МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как раз поговорим с Виктором Сигаревым. Здравствуйте, Виктор Владимирович. Здравствуйте, Кирилл. Безусловно, главный сейчас вопрос, который интересует, наверное, всех, без исключения болельщиков и журналистов. Почему вы все-таки покидаете свой пост? Ну, почти 13 лет. Уже много чего было, да практически все было. Мы занимали первое место, мы занимали второе, вот третье, первый раз, кстати, третье, и четвертое было. В общем, все время были в цветочной церемонии, я так посчитал, ниже шестого не опускались. Так всего шесть команд, понятно. Ну, было и 13, и 14 на моем веку тут, когда начинали. Были мы рангом выше, единственный раз за всю историю клуба. Были рангом ниже, наверное, тоже единственный раз за всю историю. Поэтому все уже, проходить все это, ну, в очередной раз уже, наверное, я надоел уже футболистам, надоел болельщикам, надоел телезрителям уже. Ну, и мне, честно говоря, уже, как говорят психологи, там, больше пяти лет нельзя задержаться на одном месте. Я уже задержался почти три срока, поэтому, ну, достаточно. Но можно сказать, что вы устали? Ну, где-то и устал уже, потому что, ну, это кажется, вроде бы, со стороны, что так просто руководить футбольным клубом, ну, или вообще каким-то коллективом. На самом деле, это достаточно сложный процесс. Это, ну, клуб, это, вот кажется, что такое клуб? Ну, клуб, это больше ста работников в клубе в этом. То есть дюшер большая, где там, ну, я практически там уже всех детей знаю, наверное, даже, ну, старшего, не скажу, что младшего, старшего возраста. Тренерский штаб с которыми, футболисты, которыми, когда я пришел, было по 17 лет, а сегодня они уже своих детей водят к нам в нашу дюшер заниматься. Ну, это тоже, как бы, уже все это вкупе так уже хватит, по крайней мере. На сегодняшний день я так считаю. Может быть, время покажет, может быть. Ну, как говорится, никогда не говори никогда, может, садок еще. Да, никогда не говори никогда, может быть, сложится так. Ну, пока на сегодняшний день, я считаю, что достаточно. Виктор Владимирович, у меня к вам такой вопрос. Как вы считаете, почему в памяти многих поколений болельщиков, многих, вы останетесь как самый неоднозначный руководитель футбольного клуба? Как вы считаете? Ну, может быть, потому что я, как бы, никогда не скрывал своих взглядов и говорил об этом и болельщикам, и корреспондентам. Говорил прямо, говорил честно, там, не сглаживал, не бегал ни от болельщиков, ни от корреспондентов, как говорится. Всегда отвечал, там, при любых, при любых течениях обстоятельствах, там, прямые линии, там, кривые, как говорится, там, каких только выдумок не было. Я всегда запряму открытый разговор, он не всем нравится, потому что все, почему, ну, каждый же прав. Я всегда предлагал диалог. Я сейчас, на сегодняшний день, я предлагаю диалог всегда. Если ты что-то считаешь, что я в чем-то не прав, ну, приди мне, скажи, и мы поговорим. Может быть, я сумею тебя убедить в обратном. Ну, вас еще найти на рабочем месте надо было. А когда где-то из-под тяжка, из-за угла, там, что-то пишут, там, ну, мне это не нравится. Я всегда на это отвечал. Добро, говорят, должно быть с кулаками. Как вы считаете, какое все-таки ваше главное достижение вот за эти почти 13 лет? Ну, достижения, я, как сказать, там, достижения были, там, и хорошие, и были успехи, были неудачи. Поэтому, ну, вот единственное, что, конечно, была у меня такая мечта, скажем, ну, которая, к сожалению, там, ну, была рядом, но не сбылась. Это хотелось командой, созданной именно из воспитанников, своих воспитанников, командой, ну, нашей, с Дюшор, командой занять первое место. Ну, к сожалению, в том году были близко второе, в этом году третье. Ну, не удалось. Команду создать удалось. То есть команда на сегодняшний день у нас практически третий год играет только свои воспитанники. Но не со своим, увы, тренером. Ну, тренер, это там, являя, почему тренер, потому что это там категории, там, сложности целые, значит. Ну, в целом, вот если бы это еще удалось, то можно было бы считать, что вообще уже, вот просто все удалось. Но, к сожалению, команду создать удалось, ну, занять первое место не получилось. Ну, если отмотать назад, что бы вы сделали все-таки по-другому? Где, может быть, чуть-чуть поступили по-другому? Вот исправили какую-то, может быть, ошибку, опять же? Там много, на самом деле, сейчас говорить. Ну, какой-то ключевой эпизод, который засел у вас в голове, например. Был бы я там знаком с стариком Хаттабычем, может быть, я там бы поменял бы. Ну, где-то были моменты, которые можно было бы поменять. Но тем и хорошо это все, что случилось, оно случилось. Но мне кажется, наверное, все-таки главный ваш минус, это то, что вы вылетели все-таки из ФНЛ. Ну, там сейчас можно долго там полемизировать, почему вылетели. Там много было различных моментов. Значит, где-то я там, значит, недопонимал до конца, куда мы попали. Потому что, ну, это действительно трудно вот так вот взять, поменять лигу. Там, тем более, там второй год был вообще, третий год в клубе был. Уже вторую лигу за то время изучил, первую. Там свои правила, свои, так сказать, моменты различные. Поэтому, ну, не получилось. Может быть, если бы это случилось в следующий раз, может быть, все сложилось по-другому. То есть, если бы сейчас, например, мы вышли, заняли бы первое место и вышли в ФНЛ, возможно бы и не вылетели. Ну, по крайней мере, бы не допустили, может быть, какие-то ошибки, которые допустили в то время. Как-то по-другому бы все построили. Ну, по крайней мере, уж точно, ну, попытались бы зацепиться. Зацепиться. Тогда вообще было без шансов, да, по-моему? Почему в этом сезоне все-таки не получилось занять первое место? Ведь вы ставили цель, ставили задачу. Ну, мы задачу не ставили, потому что, когда ставят задачу, она там выполняется. Вот мы в 2007 году поставили задачу, там, и ее, как говорится, под нее все напряглись, все сделали. А в этом году, ну, кто-то чуть-чуть не додумал, кто-то чуть-чуть не досказал, кто-то не добежал, кто-то не добил. И в целом, я вот не хочу искать там, ну, у нас бывает, как говорится, вот не получилось там, давайте искать крайнего, виноват тот, виноват этот. Ну, все по чуть-чуть. Все где-то, все чуть-чуть не доработали. А вот это чуть-чуть со стороны Сигарева, это что? В том числе я. Ну, может быть, надо было более серьезно, значит, отнестись ко второй половине, допустим, там, более серьезно организовать. Ну, Сахалин-то победил, и смена, в принципе, почему они победили? Потому что они провели сборы, там, ну, одна из причин, одна из причин, я считаю. Значит, может быть, нам тоже надо было, ну, как говорится, напрячься, там, собрать все, что было, там, все наши средства и кинуть все на это. Потому что, ну, мы практически четвертый год без сборов, ну, таких серьезных, которые выезжают. Ну, крайний раз, по-моему, в Крым ездили в 2013 марте. Ну, это было там уже четыре года назад, как не пять, наверное. Поэтому, как бы, каждый год все это накапливается, накапливается постепенно, значит. Ну, как, я думаю, что это не главная причина, она, ну, как одна. А все-таки главная? Как одна. Да. Главное, говорю, где-то каждый в чем-то чуть-чуть не доработал. И в совокупности вот это. И я в том числе. Не говорю, что, там, я идеально все сделал, там, ну. Безусловно, интересный вопрос, кто все-таки займет ваш пост, уже известная кандидатура? Ну, на сегодняшний день, значит, я думаю, что это, ну, как сказать, решение принимает, там, Краевой совет Динамо. Ну, я думаю, что по согласованию, там, со спорту управления, там, с краевыми властями. На сегодняшний день, ну, рассматривается, скажем так, кандидатура Алексея Алексеевича Минина, с которым мы много лет вместе работали, он зампредседателя Краевого совета Динамо. Ну, одни, одинаковые дуру все занимали. Значит, ну. Ну, вы всегда говорили, я отвечаю за клуб, Алексей Алексеевич за стадион. Да, как бы было разделение такое у нас, ну, на сегодняшний день, я думаю, что Алексей Алексеевич там как-то или совместит, или, ну, это, в общем, будет известно в ближайшее время, как он там какое решение примет. Не он, точнее, примет, а руководство примет какое решение. Ну, и, в общем-то, я думаю, что там он со всем разберется, и все будет. Виктор Владимирович, какой совет, главный совет дадите своему преемнику? Ну, советы давать просто у нас. У нас страна советует, что советует, советует. Насоветовать можно много. Но, тем не менее, какой главный? Придет, посмотрит, разберется, поймет все. И уйдет. Нет, почему уйдет? Ну, я тоже думал, что я уйду, когда приходил 13 лет назад. Вот 13 лет на сегодняшний день скоро исполнится. Поэтому советы давай, значит, ну, придется много советов, наверное, дать. Потому что по каждому конкретно взятому вопросу в любом случае сложно вот так вот прийти с чистого листа и начать там руководить, допустим, клубом. Я говорю, клуб – это, ну, серьезная такая структура, которая вроде, я говорю, со стороны кажется. Говорю, что там они бегают, да бегают. Не так все просто-то. Спасибо. Спасибо, Виктор Владимирович. Пожелаем вам побед на новом месте работы. Будем к этому стремиться. Я пожелаю нашему «Динамо» побед, благополучия. И чтобы мы все-таки здесь увидели, ну, команду, ну, для начала ФНЛ, а может, когда-нибудь в РФПЛ. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях был президент футбольного клуба «Динамо» Виктор Сигарев. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!